Здравствуйте! С вами снова программа «Бизнес-курс» и я ее ведущий Алексей Коваленко. Кубань – динамично развивающийся регион. По итогам 2015 года Краснодарский край вошел в топ-10 национального рейтинга инвестиционного рейтинга среди субъектов Российской Федерации. Какие меры разработаны для привлечения инвестиций в регион? О мерах поддержки малого и среднего предпринимательства. О том, какие проекты предложит Кубань в этом году на инвестиционном форуме в Сочи, мы обсудили с заместителем главы администрации Краснодарского края по вопросам инвестиционной и промышленной политики, информации и связи Сергеем Викторовичем Алтуховым. Здравствуйте, Сергей Викторович. Спасибо, что нашли время и согласились ответить на наши вопросы. Добрый день. 15-й международный инвестиционный форум в Сочи пройдет с 29 сентября по 2 октября. Какие проекты в этом году Кубань предложит инвесторам? В этом году мы предложим самые разные проекты, начиная от проектов больших, стратегических для края, для Российской Федерации в целом. Это инфраструктурные проекты, платные дороги, строительство марин, ряд других проектов в области горно-климатического комплекса, Лаганаки в частности. Так и проекты по отраслевые, такие как логистические центры в области сельского хозяйства. И в этом году мы принципиально отошли от количества проектов в сторону их максимальной проработки. Поэтому в этом году мы в Сочи везем только самые проработанные проекты, которые будут максимально интересны инвесторам. В этом году Кубань представит на форуме в Сочи в 4,5 раза меньше инвестиционных предложений по сравнению с 2015. А вот все-таки с чем это связано? Если вы помните, в конце прошлого года по окончанию форума, когда губернатор собрал всех наших коллег, в том числе подводил итоги прошедшего в прошлом году форума, была поставлена задача переходить от максимального количества к максимальной проработке наиболее интересной для инвесторов. Поэтому в этом году все проекты абсолютно мы пропускаем через экспертизу нашего департамента инвестиций. То есть все проекты будут снабжены необходимыми техническими условиями, землей, проработанным бизнес-планом, всеми необходимой разрешительной документацией. И самое главное уходить нам сейчас от макетов и максимального количества макетных предложений, и проектов, прожектов, которые никогда не реализуются, к проектам и к пакетным предложениям для инвесторов. Вот это то, к чему мы идем. И ровно поэтому большинство проектов, они отсеялись. Отсеялись как раз-таки на этапе представления. Это, на наш взгляд, очень важно, потому что если вы посещали или посещаете другие международные инвестиционные форумы в других странах, в развитых странах, лидерах по количеству инвестиций, то когда вы приезжаете на форум, любой проект у вас представлен чуть ли не с открытым юридическим лицом. То есть у вас есть площадка, у вас есть уже открытое юрлицо, все технические условия. И все-все-все уже создано для того, чтобы просто инвестор заходит капиталом в конкретный проект и начинает его реализовывать. Вот это то, к чему нужно идти. И это то, что максимально интересно для инвесторов. По итогам, опять же, 2015 года Краснодарский край занял седьмое место в национальном рейтинге инвестиционного климата среди субъектов Российской Федерации. По многим параметрам Кубань опередила другие российские регионы, снова вошла в группу регионов, где созданы наиболее комфортные условия для ведения бизнеса. Какие позиции краю удалось улучшить по сравнению с прошлогодним рейтингом? А в каких необходимо провести, так скажем, работу над ошибками? Ну, седьмое место в целом в рейтинге агентства стратегических инициатив – это, безусловно, достижение. Даже несмотря на то, что мы седьмое место удержали. Потому что ввиду того, что конкуренция за инвесторов, конкуренция между регионами по наилучшему инвестклимату существенно усиливается с года в год. То есть удержание седьмого места и то, что мы остались в группе лидеров – это достижение. И, конечно же, это результат работы большого количества людей, команды края, которые работают ежедневно над улучшением этих условий. Заметны определенные улучшения тех или иных параметров работы наших краевых властей по сопровождению инвесторов, работы с малым и средним бизнесом. Как раз таки это инвесторы отмечают. Инвесторы отмечают климат для малого и среднего предпринимательства по количеству работающих субъектов, по тому, каким образом, насколько легко зарегистрировать компанию, насколько легко получить те или иные меры государственной поддержки, насколько легко получить субсидии, разрешение на строительство и вообще, насколько комфортно бизнесу в регионе. Вот это инвесторы отличают, что Краснодарский край прогрессирует из года в год. С другой стороны, мы улучшаем институты сопровождения тех или иных компаний, тех или иных инвестпроектов. И у нас в этом году создана и корпорация развития, и ряд других модернизированных институтов, как раз таки направлены на поддержку малого и среднего предпринимательства. В этом году мы открыли в новом формате уже центр поддержки предпринимательства. И это, конечно же, отмечено экспертами, отмечено создание на так называемом бизнес МФЦ, который мы в начале этого года вместе с губернатором открыли на трамвайной. И, конечно же, это большой очень прорыв в области работы с малым и средним бизнесом, в области работы с инвестором. Если говорить про точки роста, где произошла просадка, давайте откровенно скажем, что просадка произошла по такому, на мой взгляд, достаточно ключевому фактору, как подключение к энергосетям, к ресурсам. То есть инвестору и бизнесменам достаточно трудно получить технические условия, подключиться к энергетике. Это дорого, это долго. И это мы тоже признаем, что такой факт имеет место быть. На это сейчас направлены все самые действия, которые мы создаем для инвесторов из строительства промышленных парков с всей необходимой инфраструктурой. Нам необходимо строить больше доступной инженерной инфраструктуры. Но и произошло снижение по такому показателю, как регистрация форм собственности. Но здесь я с коллегами поспорил бы, потому что я считаю, что все-таки Росреестр и те коллеги, которые работают по регистрации форм собственности и так далее, они одни из лучших в стране, это все признают. Просто вот в методике произошло определенное изменение, что наш Росреестр признали не самым успешным, скажем так. Но здесь мы с коллегами дискутируем. Вот сколько вложено в экономику Краснодарского края за первый квартал 2016 года и в какие отрасли? Самые разные отрасли. Без малого 54 миллиарда было инвестировано в экономику по итогам первого квартала. По итогам полугодия мы ожидаем до 20 августа данные. Также ожидаем небольшое снижение. В первую очередь оно связано с тем, что ряд инфраструктурных проектов, таких как реконструкция предприятий Роснефти, таких как Южный или Турецкий поток, они просто сейчас приостановлены как проект. В прошлые годы достаточно большое количество инвестиций было как раз таки направлено именно в эти проекты. Но с другой стороны мы видим рост в других совершенно направлениях. Это и обрабатывающее производство, это и транспорт, и связь. По самым разным направлениям, конечно, мы видим рост реальных инвестиций, реальных предприятий, которые создаются. Совсем недавно мы подписали специнвестконтракт с компанией Клаас. И зарубежные инвесторы локализуют производство на территории нашего окрая с более глубокой добавленной стоимостью. И это, конечно же, тоже большой прогресс в том, что мы имеем при работе с инвесторами. Ну вот если говорить об иностранных инвестициях, вот кто сотрудничает сейчас с нами, и кто, если это не секрет, кто хотел бы зайти в наш регион? Приезжают делегации из разных стран, приезжают к нам на территорию края с тем, чтобы ознакомиться с инвестиционным потенциалом, с командой, с теми условиями, с теми, может быть, преференциями, которые может инвестор получить, заходя в регион. Но, в первую очередь, конечно же, мы видим интерес со стороны Европы. Это и Германия, это и Франция, это Италия. Очень большое количество предприятий приезжают и открываются здесь, что немаловажно. Видим определенный интерес со стороны наших азиатских коллег, партнеров. Это и Китай, несколько раз нам делегация приезжала. Но, в первую очередь, конечно же, делаем ставку на нашего внутреннего инвестора и на тех европейских компаний, которые уже работают, традиционно являются партнером. У нас достаточно большое количество предприятий действует на территории региона с иностранным капиталом, больше 300. И нашими стратегическими партнерами является это. Я уже назвал Класс, это и Бандюэль, это и Данон, Нестле. Очень большое количество иностранных компаний, которые расширяют свое производство. Совсем недавно мы проговорили расширение производств у Пепсика. У компании будут расширять, ставить новые линейки, перерабатывающие промышленности на территории края. И новые торговые центры будут открывать компания «Метро». Мы это все видим, видим интерес и видим то, что инвестиции в Краснодарский край привлекают со стороны именно этих стран и этих компаний. Хорошо. А вот какие меры разработаны как раз для привлечения инвесторов в регион? Ну и какие проекты Кубань намерена развивать в первую очередь? Меры самые разные. Я уже сказал, что в этом году у нас создана корпорация развития. Основной целью которого является как раз таки привлечение и сопровождение каждого инвестора, приходящего в регион. То есть, если инвестор приходит в регион и хочет реализовать тот или иной инвестпроект, то нам важно обеспечить комфортные условия от момента идеи реализовать этот инвестпроект до момента ввода того или иного предприятия, торгового центра, завода в эксплуатацию. Вот это самое важное. Потому что, что нужно инвестору, это климат и внимание и помощь властей в реализации тех или иных проектов. Мы сейчас говорим о строительстве 11 промпарков в перспективе до 2025 года. И первые промпарки уже мы строим инфраструктуру. Это восточная промзона, это и Павловские районы, есть и частные промышленные парки. И налоговые льготы, которыми мы должны обеспечить инвестору, входящего в регион. Если вы знаете, что в этом году мы приняли ряд беспрецедентных налоговых льгот, которые позволяют инвестору получать 3-5 или 7-летние льготы. В зависимости от объема инвестирования, в зависимости от приоритетных отраслей. Но самое важное, что инвестор, желающий получить налоговые льготы, например, на 3 года, может напрямую пойти в налоговую, подать необходимые документы и получить эту льготу. Это очень важно, это очень ценится для инвесторов. Это очень ценно для тех, кто заходит в регион, для тех, кто интересуется инвестпотенциалом. Ну и промпарки. Безусловно, если инвесторы заходят на территорию со все имеющейся инфраструктурой, гораздо быстрее начнут строительство. И обеспечить преференции в этих зонах, в этих зонах с инфраструктурой, это тоже достаточно важно. Мы должны соответствовать успешно работающим регионам. Если смотреть на другие регионы, например, Ульяновская область, уже 10 лет имеют эти промышленные парки. Она за 10 лет привлекала больше, по-моему, 78 миллиардов прямых инвестиций. Это только на территории двух промышленных парков. Но чем мы хуже-то? Давайте, да, мы лучше, и мы должны такие же площадки иметь на территории края. И, возможно, иметь определенную направленность. То есть, действительно, если у нас есть возможность обеспечить инвестору вхождение в приоритетную отрасль, давайте создадим отраслевую специализацию этих промышленных парков. Например, у нас есть успешно работающая компания «Класс». И создать именно центр по сельхозтехнике, перерабатывающей технике, это сейлки, веялки и так далее. Вот эти все прицепные навесные оборудования тоже важны. Сейчас мы видим и интересы со стороны внутреннего инвестора, интересы со стороны наших европейских партнеров, которые тоже готовы локализовать производство, дабы получить рынок сбыта. И рынок сбыта уже растет. И комбайнов количество каждый год увеличивается. То, которое используют фермеры в области замены техники. Сергей Викторович, на Кубане создан институт помощников по инвестициям. Они работают, насколько я понимаю, в каждом муниципалитете. Вот какова их задача? Я немножко поправлю. Это не помощники, а инвеступолномоченные при главах тех или иных муниципальных образований. Основная их задача – это обеспечить так называемый климат на территории того или иного муниципального образования. То есть по аналогии с другими субъектами федерации мы проанализировали лучшие практики, как построена работа с инвестором в других субъектах. В большом количестве успешно работающих субъектов введено у каждого главы ключевые показатели деятельности его работы, ключевые показатели эффективности. Это как раз-таки количество привлеченных инвестиций, это качество работы с инвестором, качество работы с малым и средним предпринимательством. Вот совсем недавно, полтора месяца назад, губернатор подписал такое постановление о создании института инвеступолномоченных именно для того, чтобы в каждом районе был человек, кто будет отвечать за подбор площадок, в том числе сопровождение на решение каких-то вопросов на территории муниципального образования по привлечению инвестиций, по строительству новых предприятий и по работе с малым и средним бизнесом. Это то, что мы должны сделать с точки зрения вертикализации власти. Вот если говорить о малом и среднем предпринимательстве, какие меры принимает администрация края для поддержки как раз малого и среднего бизнеса? Как вы знаете, у нас действует и в этом году гораздо еще больше внимания уделяем работе наших фондов. Это фонд микрофинансирования, который предоставляет достаточно комфортные займы, до 3 миллионов на 3 года можно получить под открытие своего дела, под самые разные проекты. Это и гарантийный фонд, который может обеспечить до 70% привлекаемого банком, каким-то банком, который использует то или иное предприятие, гарантий. И, значит, я уже говорил, мы создали центр поддержки предпринимательства. То есть это так называемый дом предпринимателей или бизнес МФЦ, придя куда, тот или иной предприниматель может получить полный спектр услуг. Это и подача заявки на регистрацию юрлица, и регистрация юрлица. Это и нотариальные услуги, это и подача заявки в банк, и консультации по субсидиям, по тем или иным услугам, которые наш центр поддержки предпринимательства оказывает. То есть это создание веб-сайтов, это консультация в области автоматизации бизнес-процессов, документооборот, маркетинговые исследования, бизнес-планы и так далее. То есть это все те консультации, которые можно получить на базе нашего центра поддержки предпринимательства. И там же мы проводим круглые столы с этим средним и малым бизнесом. Нам важно чувствовать и слышать их, что их волнует и о чем они говорят. Сейчас у нас в крае без малого 300 тысяч малых и средних предприятий действуют в регионе. А задача, которую ставит правительство и президент, это обеспечить долю ВРП субъектами малого и среднего бизнеса до 40%. К этой задаче мы планомерно идем, к этой цели мы движемся. И я абсолютно убежден, что те меры поддержки, которые мы сейчас вырабатываем, это и субсидии, это и фонды микрофинансирования, и вот такие центры поддержки предпринимательства, они абсолютно точно удовлетворяют ожиданиям наших субъектов МСП. А вот будут ли открываться подобные центры в муниципалитетах? Да, сейчас мы анализируем, в каких районах это лучше сделать. То есть, безусловно, первый центр открыт в Краснодаре. Сейчас мы смотрим, где наибольшее количество субъектов МСП в районах расположено, потому что не секрет, что не всем удобно ездить в Краснодар для того, чтобы получить все необходимые услуги по принципу одного окна с отдаленных районов нашего края. Поэтому мы сейчас рассматриваем возможность Сочи, Армавир и где-нибудь в Северном районе, например, Ленинградский, Павловский район, открытие тоже филиалов межрайонных центров поддержки предпринимательства. Но вот чтобы конкурировать на современном рынке, нужны инновационные технологии, внедрение их в производство. В крае действует и IT-парк, проходит региональный этап стартапа Сколково. Это уже дает какой-то эффект? Какие приоритеты в развитии инноваций? Нам важно, чтобы как можно больше инновационных предприятий появлялось на территории края. Нам необходимо диверсифицировать экономику. Конечно же, да, у нас есть наше традиционно развитое сельское хозяйство, транспорт, торговля, промышленность. Но нам важно, чтобы вот такие звездочки, именно инновационные, появлялись. Мы уже видим успешные примеры, когда, например, по итогам одного из конкурсов Сколково, да, побеждает компания, специализирующая в области, например, биотехнологий, да, и она сейчас успешно работает на территории Российской Федерации, получила определенные гранты, является резидентом Сколково. Это важно. Нам важно диверсифицировать экономику, и чтобы такие предприятия появлялись. И, конечно же, мы стимулируем развитие таких вот стартапов, и в том числе вот сразу же после Сочинского форума, со 2 по 4 октября мы будем в Сочи проводить конкурс IT-стартапов, да, где больше 200 компаний представят свои разработки, значит, в области информационных технологий, робототехники. В нашем разговоре вы сказали, что некоторые отрасли нашей экономики показали рост в этом году, да, за первое полугодие. Вот за первое полугодие и промышленность региона показала хороший рост. Как этого удалось добиться, и вот какие меры принимаются для дальнейшего развития отрасли? Да, действительно, за первое полугодие 2016 года промышленность, индекс промпроизводства показал рост 4,5-4,4%. И здесь мы видим несколько факторов этому влияющих. Во-первых, конечно же, у нас создан департамент промышленной политики, основной целью которого является поддержка наших промышленных предприятий. Вот самое важное, что мы должны делать, это поддержать промышленность сейчас через разные институты, программы региональные, программы федеральные, потому что есть и Федеральный фонд развития промышленности, с которым мы также подписали соглашение, с которым мы также активно работаем, и который выделяет льготные займы промышленникам для реализации этих производств. Показали разные отрасли росты, показали у нас деревообрабатывающую промышленность, химическая промышленность, ряд других отраслей. Конечно же, есть и проблемы, и мы тоже их понимаем, безусловно, и здесь очень важно поддержать, например, отрасль строительных материалов, потому что мы видим, в целом идет просадка по строительству, постройке, и, безусловно, это не может не влиять на отрасль строительных материалов. Мы совсем недавно проводили «Круглый стол», где мы вместе с нашими строителями-девелоперами презентовали как раз-таки ассоциации промышленности строительных материалов и какие номенклатуры у нас производятся на территории края. Нам важно сейчас, чтобы при строительстве использовались наши местные кубанские строматериалы. Ну что ж, спасибо вам большое, Сергей Викторович, что нашли время и ответили на наши вопросы. Да, спасибо вам. Это все на сегодня. С вами была программа «Бизнес-курсы» и я, ее ведущий Алексей Коваленко. Мы предоставляем деловую информацию из первых рук. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова